В отопительный сезон вошли без происшествий. Сегодня директор Владимирского филиала Кэсхолдинга рассказал журналистам, как компания подготовила город к зиме. Главным отличием от предыдущих лет стало то, что теперь после слияния ТГК-6 и ВКС за теплоснабжение отвечает одна компания. А еще тепловики поменяли подход к работе. Этим летом магистральные сети отключали максимум на двое суток вместо 14 положенных, благодаря новой программе по бесперебойному водоснабжению жителей. Тем не менее, эту систему тоже надо совершенствовать, чтобы вообще не оставлять людей без горячей воды. Помимо этого, руководитель Владимирского филиала Кэсхолдинга Александр Королев рассказал о новых методах диагностики труб. Сейчас технологии до нынешнего времени позволяют провести диагностику состояния трубопровода неразрушающими методами. Это ультразвуковое исследование, это применение роботов, запуск роботов трубопровода. Все эти методы более качественно дают оценить трубопровод, нежели устаревшие гидравлические испытания. Этим летом тепловики заменили почти 6 километров трубопровода и еще на 4,5 километрах трассы провели ремонт. Причем те трубы, которые сейчас закапывают в землю, сильно отличаются от тех, что использовали пару десятков лет назад. Сейчас трубопровод помещают в специальную оболочку, а внутри провода дистанционного контроля влажности, чтобы компьютер в любой момент мог отследить неполадки под землей. В этом году на подготовку к отопительному сезону потратили почти полмиллиона рублей и в будущем планку снижать не собираются. Хотя по большому счету срочного ремонта сейчас не требуется. Если и дальше двигаться такими темпами, через 2-3 года можно будет забыть о проблемах в теплосетях, уверяет Александр Королев. Что же касается планов на будущее, то они следующие. Мы будем работать в районах, где трудный почвенный состав, то есть там, где много почвенных вод. Это в районе Мегаторга, вот в этом районе. Трудное воздействие чуть выше нормы в районе военных городков.